С первых минут игра была обоюдоострой. Было много атак с одной стороны, с другой. Возможно, мы могли открывать счет, но очень хорошо играл вратарь. Нам повезло, мяч попал в штангу. Что касается второго тайма, мы были здесь сильнее. В первую очередь по забитым голам, но и, конечно же, по тому, сколько мы создали момент. В целом, с моей стороны, думаю, мы отыграли хороший матч и заслуженно победить. Олег Лысенко, чемпионат ГОМ. Олег Георгиевич, в межсезонье рассматривали ли Вы варианты приобретения дополнительного защитника? Или уже вот этот эксперимент с Жуазинью, он будет иметь продолжение и он будет играть там на постоянной основе? Нет, мы не рассматривали. Да, у нас получил серьезную травму Артур Инжечек. Но клуб заключил с ним в дальнейшем еще контракт. И мы ждем его восстановления. Что касается Жуазинья, Жуазинья игрок атакующий. И в большей степени он раньше играл полузащитником, нападающим. Но в связи с тем, что опять же с Артуром Инжечеком произошла вот эта травма, но и по тому анализу нашей игры мы сделали выводы, что нам, конечно, нужен фланговый защитник атакующего плана, чтобы мог точно начинать атаки быстро и завершать. Жуазинья этим всем располагает. Этот игрок командный. Он может играть на разных позициях. Раньше он играл в Бразилии на этой позиции. Можно сказать, и воспитывался на этой позиции. Поэтому все логично. Я думаю, что с каждой игрой он будет играть еще сильнее. Мы, конечно, очень разочарованы таким результатом. Мы серьезно готовились. У нас было много задумок. Часть из них я увидел сегодня реализованных на поле. Решающий момент, скорее всего, был мяч, который мы пропустили. Непонятно, до сих пор был ли там фолл в зоне действия Макеева, или нам просто не хватило немножко разумности при наших действиях, защите. Ну и таким образом мы пропустили. И, конечно, после этого игра немного изменилась. При этом мы смело действовали в атаке. Немножечко, опять же, нам не хватило хладнокровия, интеллигентности. Может быть, чуть-чуть на завершающей стадии. Что как раз было сегодня в активе Краснодара. Ну и после того, как мы пропустили мяч, играя до этого очень достойно, Краснодар использовал те возможности, которые ему предоставились, и хладнокровно их реализовал. Я могу только поздравить команду соперника с таким хорошим результатом, с таким хорошим началом второго круга. Ну а мы, что касается нас, то мы знаем наши сильные, наши слабые стороны. Я не хочу сейчас говорить, что все плохо. Мы понимаем, над чем надо работать. Но я считаю, что на основе тех 60 минут, которые прошли с момента стартового свистка до того момента, когда мы пропустили гол, они позволят нам выстроить нашу игру.